Всем привет! Меня зовут Алексей. Сегодня я вам расскажу о моем большом индонезийском приключении. Каким образом оно произошло? Билеты в обе стороны, а дальше наш всем известный сайт Booking, Airbnb и понеслась. Перелет проходил через Абудаби, где стоянка была около 15 часов, поэтому была возможность там прогуляться и выйти в город. Здесь в Умиранских авиалиниях всегда перед отлетом играет какая-то волшебная арабская музычка. Ну что ж, друзья, вот и начинаю свой рассказ о своем сумасшедшем путешествии. Почему сумасшедшем? Потому что для меня это достаточно большая проблема. Я отправился в Индонезию, но вы видите, что это ничего не Индонезия. Правильно, потому что перелет происходит через Абудаби, это Объединенные Арабские Эмираты. Но есть тут прикол. Можно, конечно, просидеть в аэропорту очень много часов, а можно выйти погулять. Правда, это сомнительное удовольствие, но тем не менее, что-нибудь да и попробуем. Значит, даю лайфхак. Есть транзитная виза, ее можно оформить на 48 часов абсолютно бесплатно здесь, в аэропорту. Но сделать это можно еще не выходя из дома, прямо с сайта Объединенных Арабских Эмиратов. На сайте авиакомпании. Там есть ссылка, как оформить быстренько визу. Оформляется, отправляются паспортные данные, чих-пых, через день, виза, окей. Все, ее даже не надо показывать, здесь вас уже знают, любят, ценят, наверное. Окей, до встречи. Честно говоря, в Абудабе особо смотреть было нечего, потому что город каменный, новый, построен на пустыне. И, естественно, еще и жара, и темнота, в общем, не впечатлило. Ну вот он, Персидский залив. Итак, сейчас я зашел погреться просто, погреться в прямом смысле, потому что вот это вот все мокрое. Буквально 10 минут прогулок по этому городу, и все превращается в что-то страшное. Друзья мои, летом сюда ехать очень плохая идея. Правда, я хотел пройти по такому-то красивому месту, но я понял, что это очень-очень так себе. И благодаря добрым людям я вот зашел в какое-то помещение, где хорошо и хорошо. Тур непростой. Я всего потратил 2 недели, двигался по всему острову Ява, потом отправился на Бали на 5 дней, и уже оттуда, через остров Ламбок, возвращался домой. В общем, смотрите, я буду комментировать. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, я буду на них отвечать. Поехали! Ну, конечно, Индонезия встретила большой-большую очередь в этот паспортный контроль. Там мы отстояли, наверное, около часа. Она такая змейка, как она вот просто эта змейка выводит из себя, и не знаю, ничего это делается. Большая очередь. Но, тем не менее, мы в Индонезии, здесь зима, и это клево. По сравнению с Абудаби, конечно, красота. Ну что ж, ищу автобус и еду поспать, наконец-таки. За счет того, что была большая очередь, естественно, на автобус уже не удалось попасть. Но! В Индонезии существует сервис, очень удобный, похож на Uber, только работает более совершенно или универсально, скажем так. Там помимо автомобиля можно вызвать еще мототакси. Называется он Граб, а также есть его конкурент Годжек. В общем, видео из рекламы. Очень удобно пользоваться, на мобильную поставил, и сразу же вызываешь такси. В два раза дешевле на мотобайке, заметьте это. Итак, мое первое утро в Токарце. Здесь... О, здесь рай, потому что кормят. Ладно, но это не то, так. Так вот посыпаешься, птички поедешь. Прекрасный дом. Сад. Котики. Кремотики. Красоте. Немоярное. И такой вот тигр. Тигр. Они здесь короткошерстные. Видимо, чтобы было очень сильно жарко. Небольшой уютный домик. Кстати, ребята, которые здесь живут, очень любят гостей. У них здесь очень много мест для того, чтобы можно было сидеть, курить. И, кстати, у них очень много вот таких вот гостей. Вот таких. Батюшки-то мои. Ну, хорошо здесь. Вот. Ну, а это вот основной домик. Где вход? Друзья мои, я АМ-драйвер моторбайка. Я спросил у моих арендодателей, которые сдают мне жилье, где я могу арендовать байк, чтобы проехать по Джакарте. На что они сказали? Бери мой. Я люблю Интонезию. Но здесь, это прикольно. Здесь они ездят как такие, без правил. Здесь куча регулировщиков с таких... Ну, просто дядьки вышли, регулируют, и им за это дают денежки. Это такой способ заработка. Но при этом... При этом я еду. Я хоть и первый раз за байком, я еду достаточно комфортно. Надо привыкнуть только к ручкам управления. Еду комфортно, потому что никто мне не бибикает, никому... Все, кому надо, меня объезжают. Поток очень такой серьезный, активный. Это интересно. Может быть, еще что-нибудь потом расскажу. Прикольно. Ну, что такое Индонезия? Джакартовс в этом плане, наверное, показательное. Потому что здесь, здесь эта улица, все улицы, это большой-большой рынок. Где ты не остановишься, тут все что-то продается. Возле каждого домика что-то продается. Ларьки, там все угодно. Люди ходят, продают. То есть ты, вот я только что остановился, купил водичку. Ну, то есть ты... Блин, ну можно увидеть, что-то, ничего нет. Все понятно, все просто. Для туристов вообще все понятно. Если умеете водить байк, я не умею водить байк, кстати, я только что научился, то вообще никаких проблем. Они ездят быстро, но при этом все понятно. Зашел перекусить в пляжную кафешку. Заказал суп. И говорю, я хочу рассчитаться карточкой. Ну, карта, only money. Я говорю, раз такой bad service, делается дисконт. А вы, 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 и сделала скидку. Можно торговаться везде. Джакарта не впечатлила. Это один большой рынок, которым ничего интересного нет. Я, конечно, посетил основные достопримечательности, из них, которые большая мечеть. Причем архитектор этой мечети был христианин. Вот такая странность. Я поучился ездить на байке. Это очень важно, потому что у меня дорога предстояла еще очень большая. И, тем не менее, получил небольшое знакомство с этой страной. Итак, решили выйти на вечерний променад. Вот сейчас мы идем по узким улочкам, в местные, так сказать, деревушки с моим другом. И здесь тихо, спокойно. Какие-то люди вокруг ездят, ходят. И здесь работает шоппинг. Сейчас я вам покажу. Так, идешь, идешь по деревушке. Раз, и магазин. Раз, и улица. Раз, и самолет. Ну, вот так вот здесь вот проходит ночь. Раз, и спокойно. Гипермаркет, вы говорите? Вот, Джакарта. Кстати, о торговле. В Индонезии продается на улицах практически все. И услуги разного рода. Но, вот поразительное. Вот сейчас это магазин коров. А это, что это? Магазин чего? Это магазин манекенов. Причем, при мне сразу два купили. Вот сейчас я здесь двигаюсь на град-такси. То есть на мото-такси. Утром, конечно, поток очень большой. И, как я уже много раз замечал, никаких сложностей и проблем здесь с движением не возникают. Как думают многие, пишут многие об этом на разных сайтах. Это местное кафе. Вот здесь вот перечень, какой-то перечень блюд. И, чтобы вы понимали, средняя стоимость блюда здесь около полтора доллара. Ну что ж, а я двигаюсь на поезд, на вокзал. Сейчас я еду в другой город. Отдельно расскажу о железной дороге. Пойти в поезд точно так же, как в самолет. Здесь есть система досмотра, очень много охраны. Безопасность на высоком уровне. Это заметно издалека. Это первое. Второй момент. Здесь билеты индонезийцы покупают через интернет. То есть страна в этом далеко ушла. И они, когда приходят на вокзал, они предоставляют телефон, в котором штрих-код билет печатается, и они заходят на поезд. Это тоже очень удобно. Кажется, азиатская страна где-то далеко. Вот вам азиаты. И еще интересный момент. Здесь есть такая фишка. Вот в Индонезии это не здесь не впервые. Но вот наша тетя Галя в вагоне проводница. Она там одна. А здесь четыре. Четыре человека, которые выполняют функцию нашей тети Галли. Один человек охраняет вагон. Второй человек проверяет билетики. Третий человек носит чай. И четвертый человек убирает вагон. И так я попробовал поезд эконом-класса. Ну, честно говоря, предполагал, что будет хуже, но все очень даже неплохо, культурно и аккуратно. Здесь постоянно ходит человек, который все убирает, чистит, моет. Зашла брейк. Со мной помучится едет. Спит. Вагоны достаточно мягкие. Есть розетки. Здесь заряжаешь, что хочешь. Есть шесть кондиционеров. Очень даже неплохо. Можно ехать путешествовать. Ну что ж, вот я прибыл в Бандунг. Город недалеко от Индонезии. Он небольшой и не очень туристический. Здесь достаточно много внимания к себе. Привлекаешь свои персоны. Ну, потому что отличаешься по цвету. С ними разговаривать невозможно, потому что хер пойми, на каком языке они говорят. Хрен пойми, на каком языке я говорю. Ну, и поэтому все класс. Так, вырвались куда-то из плена большого рынка, где все предлагали купить. На чем-то предлагали куда-то доехать. Куда угодно. Туда, сюда, поехали. Все равно куда. Ну, прикольно. Кстати, должен заметить еще одну особенность. Здесь на дорогах постоянно сигналят. Но дело в том, что этот сигнал очень сильно отличается от нашего. Если у нас он означает «Эй, свали, куда прешь, сука!» Ну, или «Дай проехать, кору!» Плохисло говорю. Так вот здесь этот пибик означает «Пибик, эй, аккуратненько, я здесь рядышком!» «Пибик, эй, аккуратненько, разрешите мне проехать!» И вот такая вот Индонезия. Отдельная история об отелях. Естественно, я старался выбрать лоу-кост, поэтому смотрел, что подешевле, что красиво на фото. Но, тем не менее, каждый дешевый отель предполагал какой-то сюрприз. В Индонезии вообще не пользуются горячей водой. Поэтому это в отелях уже большая редкость. Если есть дешевый отель с горячей водой, там может не быть окна. Поэтому имейте в виду, смотрите заранее, изучайте тщательно отель, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Ну вот моя остановка в Бадунге. Как написано в Букинге. У вас собственная ванная комната, друзья. Вот она. Па-па! Сейчас покажу квест под названием «Переди дорогу в Азии». Это нелегко. Итак, поехали. Раз, раз, проходим. Хорошо. Проходим. Окей. Окей. Хорошо, я прекрасна. Все хорошо, не спешим. Они объедут. Все, все окей. No problem. Ну вот так вот можно уедненько посидеть, попить к днему. Холодненько. Должен заметить, что везде в Индонезии лежит асфальт. Это еще не кочек. Асфальт. Только асфальт. Не кочек, не ямочек, не колдобин. Просто асфальт любит и все. Это большая круглосуточная улица, где можно прийти и покушать. Причем очень недорого. Я заказал сейчас себе ужин за 23... За 2,5 доллара. Она очень большая. Тут большой выбор. Все предлагают, что-то там здесь. Бандунг мне не понравился. Там небольшая зона для туристов, где можно погулять, где-то туристическая улица какая-то есть. В общем, я по ней прошелся. Она очень маленькая. Ночная улица фудкортов тоже интересна, но она невкусная. И не знаю, что там. Что там, может быть, не там я сел. В общем, в целом, еду дальше, потому что здесь скучно. Едем в поезде бизнес-класс. Не первого класса. Здесь много иностранцев, помимо меня. Они такие странные люди. Как бы... Ну, местные сидят аккуратненькие такие, все нежненько, приличные. Иностранцы сидят вот так, бля. Потом они удивляются, почему, блядь, не любят. Аккуратненькие, вагончик и ресторанчик. Можно попить кошечка. Посмотреть в окошечко. Везде, где бы я ни был, я чувствовал себя очень безопасно. Ни разу за все путешествия у меня не возникло чувства страха или чувства опасности. Индонезийцы очень приветливые. Всегда широко улыбаются. Это действительно какая-то особенная фишка, благодаря которым они несут свое обаяние. Но, тем не менее, вы видели, как ведут себя иностранцы. Причем, это не первая ситуация, с которой я столкнулся во время путешествия. Обидно очень. И, естественно, это оставляет отпечаток и оставляет свое отношение ко всем европейцам, которые туда приезжают. Места очень красивые. Где бы ты ни остановился, всегда есть что-то посмотреть, что-то увидеть, сфотографировать. Джорджия Карта. Продолжается путешествие по этой замечательной стране. Приехал я сюда вечерком, без проблем с ним взял байк. Сейчас, думаю, может на пляж съездить, потому что достопримечательности уже закрыты, либо закроются, пока до них доедут. На пляж я таки не попал, но, тем не менее, я посмотрел город. Город действительно полон достопримечательностей. Причем, это не просто город, это настоящий султанат, в котором правит султан. И он действующий. Это такая автономная автономная султанатия. Как это правильно называется? Я посмотрел, как готовится кофе. Если кто-то до сих пор знал, что умеет готовить кофе, смотрите, я вас разочарую. Я погулял по большой торговой улице, которая работает допоздна, и она состоит из множества больших магазинов, маленьких торговцев. И, в общем, там большое разнообразие всего, что производится в Индонезии и за пределами ее. Естественно, везде нужен торг, причем торг основательный, капитальный, до потери сознания, потому что можно купить уникальные вещи буквально за копейки. Я получил массу удовольствия за этот вечер, и на следующий день я опять-таки отправился дальше смотреть местные господины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шикарная музыка на уникальных инструментах. И немножечко о ценах. На самом деле, очень низкие цены. Я зашел к большой гипермаркет, где много одежды продается. Вот смотрите, вот эта цена, это до джинсы, которые стоят около 7 долларов. В Индонезии нужно покупать батик. Это такой способ нанесения краски на одежду. Естественно, этой одежды очень много, и вот маечка стоит там 2 доллара, рубашка 4 доллара. Ну, а я отправился в свой отель, он же совсем другой, тоже дешевый, но тоже со своим сюрпризом. Люди гостеприимные в отелях, доброжелательные. Это всегда, всегда радовало вести. Вот это вот номерочек, он, правда, без окон, гораздо приличнее, чем то, что было. Потому что то окно, которое было там, никуда не годится. Очень, очень, очень. сегодня я прибыл на Прамбанан. Это то самое историческое место, знаменитый древний храм, который нужно обязательно посмотреть, конечно, в этой жизни. Маленький лайфхак. Значит, для местных здесь вход стоит где-то около 2-3 долларов. Нет, чуть больше, 4 там, где-то так. Для туристов отдельная зона, и там отдельные цены. Скажем так, вход на Прамбанан для одного человека стоит 25 баксов. Но можно сэкономить. Просто сказать, что ты студент. Но они же просят студенческую карту. Я им показываю такую фигню. Они бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Пожалуйста, студент. Все. Ребята, пользуйтесь моим маленьким секретом. На здоровье. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Шо я могу сказать? Не стоит это 25 баксов. Нет, конечно, посетить это стоит, но точно не за 25 баксов. Это хорошо, что я кидал на десятку. Прикольненько. Да. Че-то прям вдохновляет такое все историческое, древнее, к которому можно прикоснуться. Прямо оно живое. Прикольненько. По дороге, естественно, нельзя было пройти мимо ларьков по продаже фруктов. Свежие, экзотические, новые. Я зашел в эту классную кафешку из видео. Зашел в эту классную кафешку, здесь замечательные люди, которые меня накормили, научили, как правильно кушать. Вообще они классные. Еда в Индонезии очень острая. Это отдельная история, но тем не менее я всегда просил, чтобы уже не добавляли этот перец, потому что есть было для меня очень сложно и непривычно. А на видео сейчас как раз можно увидеть особенности индонезийских городских дорог. Вот проезжает автобус. Ну а я отправился по достопримечательствам Джок Ягарты. В первую очередь я посетил когда-то бывшую городскую баню, где сидел Султан и там в этой бане плавали девочки, он за ними смотрел через отдельное окошко. Жалко, что не работает, конечно. Отправился по улицам и зашел еще в одну достопримечательность. Это действующая достопримечательность. Вот достопримечательность, которая, наверное, уникальна в своем роде, потому что здесь створел Султана, причем Султан здесь живет. Ну, то ли туристов здесь платный. То есть, ну, скорее всего, зарабатывает чисто на туристах. Вот приходите в мой дом, смотрите, как я живу. Круто! Катаемся по Джорджио Капсу. Джорджио называет ласковый. Индонезийцы. В общем, неплохой здесь сегодня выдался, посмотрел много интересных мест. Ну, так, а не на любителя, потому что там ничего особенного, да, выдающиеся строения, да, они куда-то древние, они несут какую-то историю, они несут какую-то свою изюминку и денизийскую, то есть какие-то там стали, мелочи, там, вот этот султанский храм и прочее. Но в целом, ну, у меня вау, такого не возникло ничего. Едем дальше, поеду в парк. Ну, и вот, еще чуть-чуть, чтобы понимали, что такое местное движение. вот такой супер-трафик. Ну, очень культурно, очень здорово здесь съездить. 3D-синема, 4D-синема, ну, 5D-синема. А вот такое не хотите? Ну, вот такая прикольная штука. Забрёв очень романтическое место. Действительно, красивый парк. Вечером сюда приходишь, загораются различные фонари, цветные декорации. Это невероятно красиво. Место очень тихое, спокойное, специально для романтических прогулок. Я думаю, что после таких прогулок у индонезийцев возникает желание сразу же продлевать свой род. Я думаю, что благодаря этому парку они вот имеют четвертое место в мире по количеству населения. Называется Green Chair и еще что-то. Вдали куча звуков разных. Вдали. Какие там скорые эти? Мечеть. настолько комфортно. А нынешняя ночь у меня предстояла в деревушке в бунгало на втором этаже. Конечно, ночь себе так получилась, специфическая. Во-первых, было прохладно, но во-вторых, в час ночи местные петухи решили устроить перекличку. Козлы. Не петухи. В общем, уютное местечко. В деревне тоже классно живут, так интересно за всем наблюдать. Еду в Барабадур. Дорога, конечно, долгая, но интересная. Я выехал из вот этого султаната Джакарта, попал уже в... Султанат это независимая территория, автономная. А сейчас двигаюсь просто по центральной яви. Здесь другие виды, другие дороги и мне кажется, чуть-чуть чище, чем в самой Джакарта. Крутяк. Значит, дороги здесь вот такие. Слава ему начался и очень красивые виды. Сейчас вот у меня за спиной здесь просто идет река с лесом. Красота неописуемая. И, кстати, если выехать в деревушках, вот тот самый батик, он продается здесь дешевле, чем то, что я вам показывал раньше. Гораздо дешевле. То есть, если затовариваться батиком, то ехать нужно глубиночку. дешевле. Музыка. но честно говоря ни о чем очень бешеный день берут конечно здесь и интересно это древности здесь какие-то симпатичные горельефы но вот если сравнить промбанан и барабудур два одинаковых места по ощущениям просто вот вот уже нет такого вах потому что уже где-то что-то похожее видел просто если ехать сюда нужно было изначально выбрать что лучше но вот здесь мне гораздо больше нравится за счет за счет все-таки пейзажа то есть ты поднимаешься наверх открывается невероятный вид вот то есть а его я могу порекомендовать но в два места одинаково ездить наверное нет смысла то есть индуистский храм буддийский храм они где-то очень похожи между собой да не знаю не знаю но правда вот просто просто на самом деле для интуристов здесь вход очень недешевый и он одинаково что здесь что-то попытаюсь все таки немножечко записать движение когда сюда приезжают иностранцы они думают что здесь дорожное движение абсолютный хаос нет правил нет знаков ничего нету на самом деле они очень сильно ошибаются особенно это можно сказать про наших про наших русских потому что здесь есть одно большое правило очень большой его все соблюдают и этому правилу стоило бы поучиться у нас потому что здесь я чувствую вот проект уже больше несколько сотен километров для проекта я сюда здесь на байке чувствую гораздо безопасней чем где-либо я да не просто так потому что здесь совершенно другое отношение отношение к дороге отношения к участникам попутчиков и прочее прочее здесь конечно много регулировок саде то есть стоят люди на перекрестках там регулирует здесь есть светофоры как бы как это называется здесь есть знаки вот здесь нет некоторые даже ограничения где-то можно ехать где-то нельзя чтобы грубо кто-то нарушил какие-то правила заметил самое важное это то что здесь все предсказуемо то есть машины предсказуемо точно так же они они знают главное вот вести как они нужно быть предсказуемо для них вот тогда ты не будешь выделяться ничем и как-то отличаться вот и все это самое интересное чтобы в кузове и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Там тоже ждали меня сюрпризы Ну вот и отельчик меня порадовал У них нет горячей воды, нет Wi-Fi Я пришел, говорю, давайте дисконт И мне скинули 10% Мне очень приятно Следующий день у меня пошел не по плану Природная медлительность индонезийцев испортила мне все мое настроение Ну как испортила? Дело в том, что очень сложно было найти байк в этом городе Потому что аренда не так активно здесь распространена Но, тем не менее, добрые люди мне помогли его найти Я просто остановился в каком-то месте И там охранники спрашивают, куда я иду Я говорю, туда-туда-то Они говорят, тут такого нету И в общем-то, а позвонить я не могу Надо звонить на их языке, что-то спрашивать То есть, там, Google предлагает варианты Но мне была сложность на них ориентироваться Тем не менее Байк нашелся И когда я туда пришел, его пришлось долго ждать Потому что он еще не приехал Все, в общем-то, время тянулось А у меня по плану была поездка на вулкан И она, к сожалению, состоялась Но, может, это и к лучшему Потому что эти поездки, как правило, тяжелые Там достаточно холодно А к этому я не был особо готов Но даже об этом я узнал гораздо позже Я отправился в город Маланг Ну, откуда это, собственно, и должен был попасть на вулкан За еду я отправился в местное кафе А туристы здесь явление редкое Поэтому я, естественно, не был без внимания Ребята, которые играли, со мной подружились, пообщались И дружелюбно пригласили поиграть с ними Ну, вот он, сафари-парк Я очень хотел пообщаться с местной фауной У меня это, наконец-таки, выдалось Хотя денечек был, честно говоря, напряжный Потому что Мне пришлось Искать, где менять деньги У меня была сотка баксов, которая Старого бравца Ее никто не хочет принимать Потому что она, говорит, все старая Слиппинг Что, блин, слиппинг? Предлагали курсы какие-то вообще Ну, какие-то такие дурацкие Ну, наконец-таки У меня облегчение, я смог поменять Более того, мой любимый Беларусьбанк Не выдает деньги Просто у нее ограничения на снятие в этой стране Что за бред, я вообще не могу понять Чего это? Ну, как-то так, неразумно Я не могу связаться с банком То есть, они говорят, нужно Как я понял, нужно было приехать Написать заявление письменное Блин, что за бред? Ну, так Парк действительно очень большой Животных очень много И там масса развлечений Вот Такого в Беларуси, конечно, не увидишь Наверное, вряд ли в ближайшее время Что-то похожее появится Животные, которые безопасны Их можно потрогать Их можно покормить Там, где львы И медведи Естественно, окна закрываются И ты проезжаешь просто вот Вблизи на них посмотреть Радует очень, что животные без клеток Что они там живут Что они ходят Гуляют Это красиво Это действительно можно смотреть Дальше экспозиция продолжается Там различные участки Где происходит шоу с животными Есть отдельная площадка Контактный зоопарк Это австралийская площадка Но она маленькая Я разочаровался, что животных очень мало Но все равно я получил громадное удовольствие Пойдешь ко мне домой? Будешь моей собачкой? Ночь перед перелетом Я провел снова в городе Срубая И ждал меня в гостинице Еще один сюрприз Это бесплатный аттракцион Вот смотрите сами Это самолет И они сюда летели каждые 5 минут Потому что гостиница находилась Близи аэропорта Вечерком я отправился прогуляться По достопримечательностям города Естественно посетил знаменитую Советскую подводную лодку Утром я отправился в аэропорт И у меня перелет на Бали Билет стоил 30 долларов Ну что ж, я на Бали Здесь проведу 5 дней И постараюсь их провести максимально эффективно Потому что у меня планируется большая длительная поездка по всему острову Это будет 3 разных пляжа абсолютных Вот здесь мне повезло Мне удалось выхватить на скидке Лайкшери стайл 4-звездочный отель Вот я загрузился У меня там свой будет бассейн То есть я из номера вот так открываю И все увидите Иду на пляж Наконец-таки начался мой летний отдых Индийский океан Double Six Beach Много людей, никого не знаю Продолжение следует... Утро на Бали можно начинаться вот так. Попандоваться ж надо. Бали совсем другой остров. На Яве живут мусульмане, а на Бали индуизм. И вот смотрите, я попал в разгар какого-то замечательного праздника. Люди все нарядные, красивые, украшенные, радостные. Дальше я отправился, естественно, по основным достопримечательностям. Это, в первую очередь, я хотел пообщаться с обезьянами. Смотрите, что они вытворяют с людьми. Ну, это, так сказать, место, где они живут, а к ним туда за деньги привозят людей, над которыми они издеваются и делают, что хотят. Забирают, что хотят. В общем, у них здесь полная свобода и полный рай. Да, это такой своеобразный зоопарк, только для обезьянок, в которых водят вот этих наших человеческих особей. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я отправился дальше. Естественно, посетить храмы, которые здесь уникальны в своем роде. Попал на водопад, в котором очень много туристов. Но, тем не менее, это не мешало находиться с природой. И дальше ждал меня уже восточный берег острова Бали. Здесь много красивых пляжей, правда, некоторые из них очень дорогие. То есть, плащ заход целый доллар, зачем, вообще непонятно. Однако я здесь проведу два дня, отдохну, посплю под шум прибоя. В общем, красота неописуемая. Здесь действительно удовольствие. Здесь действительно райское место. Здесь тишина. Здесь нет того индонезийского шума, который можно было слышать во всех городах. Здесь красиво, уютно. Конечно, Бали остров дорогой. За счет того, что это место туристическое, здесь постоянно туристы во всех частях этого острова. Соответственно, и цены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через два дня я отправился на север острова, к Яванскому морю или Балийскому, на разных картах по-разному почему-то. Здесь совсем другой пляж. Здесь черный песок, галька. То есть, ну, в море ступать опасно. Так что я отступил, там ногой... Нога прям проваливается туда, куда-то вглубь камней этих. И это такое себе... Такое себе удовольствие. Местные сюда ходят, сходят по вечерам, когда отлив. И они гуляют по пляжу, по песочку. Места специфические. Море неспокойное. Но, тем не менее, просто насладиться природой и отдохнуть здесь, полежать на солнышке. Вполне себе прекрасное удовольствие. На следующий день я отправился в горы. По дороге замерз. Дорога сама по себе серпантин, но еще чем выше, тем холоднее. Продувало прям уже вот через все одежды, которые у меня были с собой. Местные, конечно, ездят и так. Кто в маечке, кто там в рубашечке. Но взрослые люди ездят в зимних куртках. Ночь в облаках. Такое специфическое удовольствие, так сказать. Конечно, посмотреть на всю эту красоту можно. Но все-таки это холодно. Это уже не тот Бали, который был там внизу на берегу. Это все-таки полтора километра над уровнем моря. И виды действительно шикарные. Ну что, теперь я знаю, что такое свежий фрукт. Не-не-не. Не-не-не. Бали. Ну, в общем-то, покидаю я его с неоднозначным чувством. Вот у меня не осталось того впечатления, чтобы я захотел сюда вернуться. Возможно, что-то я не сделал, что-то я не... куда-то я не попал. Так, чтобы вот влюбиться в него по-настоящему, хотеть здесь жить, еще раз сюда приехать. Нет такого. Он дорогой, он туристический. Он дороже, чем Индонезия. И люди здесь немножко другие. Отношение к туристам, соответственно, другое. Уезжаю я через остров Ламбок. Я переночую там и отправлюсь уже на самолете в Джакарту. Оттуда уже домой. Спасибо этому острову за гостеприимство, за ту красоту, которую он подарил, за те впечатления. Ну и до свидания. До свидания, Бали. Субтитры создавал DimaTorzok У индонезийцев есть фишка такая, официальная развода. Здесь вот вы видите цену, но она очень отличается от настоящей, от конечной цены. Вот стоит сучка. Стоит сучка, я ей говорю. Налоги включены, она говорит, мажет своей тупой башкой. Говорит, да, включены. И улыбается, такая красивая. Вот. А потом налог там еще, капитальный. Очень рекомендую. И еще здесь есть фишка для развода. Значит, имейте в виду, что международные банковские карточки здесь не в ходу. Причем, то есть, ими расплатиться можно, но найти этот большой крупный магазин, которым примут оплату, это большая проблема. Но если вы все-таки нашли, у них есть тоже фишка. Вот, например, кофе. Стоит 15 тысяч. Это много, в доллар. Сам за шоу удалось найти. Но не так так просто. Снять с карточки можно только на сумму минимум 25 тысяч. То есть, нужно еще что-нибудь взять. Например, печенька. Так и живут они. Давно их не били, мне кажется. Я отправляюсь домой. Буду ли я скучать по всему этому? Ну, конечно, буду. Потому что в Индонезии все-таки есть своя какая-то изюминка, свое очарование, обаяние, которое она влюбляет в себя. Еду с чувством того, что все-таки что-то не успел, что-то еще вот не сделал. Еще сюда хочется вернуться. Ну, а перелет домой проходит через Малайзию. Небольшая экскурсия по Сингапуру. Здесь какой-то запах интересный, но красивее. Мне кажется, более успешная страна, судя по аэропорту. Слишком все аккуратненько, дорожки такие ровненькие, ковер везде. Много людей. Ух, много.